В случае прекращения поставок топлива из России, Беларуси, ВСУ могут на месяц-два лишиться боеспособности. Об этом 9 июня в эфире ток-шоу номер один телеканала Украина-24 сообщил представитель делегации Киева в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. Нужно отметить, что в ходе передачи в студии поднялся вопрос о целесообразности разрыва всех отношений Киева с Москвой и Минском. По мнению Арестовича, сделать это невозможно в силу естественных причин. Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки, сказал он. Арестович объяснил, что украинская власть, если она заботится о гражданах, экономике и дальнейших перспективах государства, должна, конечно же, провести определенную ревизию всех существующих отношений. Но Киев обязан оставить неприкосновенным то, что находится в интересах Украины и особенно несущие конструкции, без которых украинская армия утратит свою боеспособность. Потому что у России и Беларуси мы закупаем 70% топлива. Это же топливо и для вооруженных сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать нет и останемся на месяц, на два без топлива в СУ, пояснил он. Арестович добавил, что в истории человечества есть множество примеров, когда противостоящие друг другу страны не разрывали отношения полностью, в том числе торговые. Напоминаем, что конфликт на Донбассе длится уже более семи лет, начавшись весной 2014 года. В январе 2015 года Верховная Рада Украины признала Россию страной-агрессором. В начале августа 2020 года началась напряженность в отношениях Украины и Беларуси, которая в конце мая 2021 года переросла в санкционную политику Киева против Минска. При этом некоторые российские эксперты говорили, что Москва внимательно следит, чтобы поставляемое СРФ топливо не шло в ВСУ.